Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам о бюджетном китайском шпинделе. Так как профессиональный шпиндель купить пока не представляется возможным, а пользоваться ручным гравером весьма шумно и цанга в нем оставляет желать лучшего, мой выбор пал на данную бюджетную модель мощностью 500 Вт. Так как совсем дешевый брать не хотелось, остановился на данной модели. Ссылочку, если кому интересно, вы найдете в описании к видео. На таможне посылку вскрывали и дальше вы поймете почему. Но все приехало без проблем и в хорошем состоянии. Давайте ознакомимся с комплектом, а затем проведем пару тестов. Итак, в комплекте у нас имеется кронштейн из алюминия для крепления шпинделя с внутренним диаметром 52 мм. Качество отливки хорошее и нет никаких замечаний. Также в комплекте идет 4 болта М6 под шестигранник. И собственно сам шпиндель, завернутый в фольгу. Честно говоря, не знаю для чего, но думаю именно это привлекло внимание таможенников. На корпусе указаны основные технические параметры. Рабочее напряжение 110 вольт, мощность 500 ватт и 12000 оборотов в минуту. Шпиндель укомплектован цангой ER11, которая позволяет фиксировать фрезы с хвостовиком 3 из 175 мм. Все сидит плотно, ничего не болтается. Основным критерием выбора данной модели было то, что здесь можно было менять щетки, не разбирая сам мотор. Так как по отзывам слышал, что этот шпиндель выхаживает 2-3 замены щеток. Это весьма актуально и удобно проводить ревизию самих щеток и их своевременную замену. Посадочные места щеток выполнены качественно и можно не бояться, что все расплавится. С устройством шпинделя мы ознакомились и можем провести некоторые испытания. Для измерения биения фрезы я воспользовался индикатором часового типа и при помощи нехитрых приспособлений соорудил измерительный стенд. Как мы видим, биение составляет 0,02, что весьма неплохо, но надо учитывать то, что на биение может влиять установка цанги и попавший под нее мусор. При нескольких попытках установить фрезу и последующих замерах биение фрезы составляло от 2 до 0,06 мм. Теперь можем приступить к шумовым испытаниям и сравним с ручным гравером Риоби. Для наглядности воспользуемся программкой-шумомером. К сожалению, у меня пока нет подходящего блока питания для данного шпинделя, так что на полную мощность раскрутить мне его не удалось. Но общая картина вам станет понятна. Продолжение следует... Всем спасибо за просмотр. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать их в комментариях. Ну а на этом все. Всем удачи. Пока!